Здравствуйте, дорогие мои девочки и мальчики! Усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте сказку «Сюрприз на день рождения». Стоял прекрасный летний день. Птички радостно распевали свои песенки, наслаждаясь лучами утреннего солнца, пробивающихся сквозь крону деревьев. Почтальон мистер Барвинка подъехал на своем фургоне к домику Соломона Шлепса. Обычно мистер Барвинка развозит почту на велосипеде, но сегодня у него была очень необычная посылка. Ему нужно было доставить особый сюрприз ко дню рождения профессора Соломона Шлепса. Это был большой деревянный ящик, из которого доносились какие-то странные звуки. Ящик был очень тяжелый, так что даже самому мистеру Шлепсу пришлось помочь почтальону занести его в дом. «Здесь сказано о дядюшке Оскара ко дню рождения», – прочитал Соломон Шлепс приклеенную этикетку. «Интересно, что бы это значило?» И Соломон Шлепс начал осторожно вынимать гвозди из крышки ящика. Когда больше ни одного гвоздя не осталось, он стал потихоньку приподнимать крышку. Чем больше он раскрывал ее, тем сильнее доносились из ящика странные звуки, пока, наконец, он не увидел, что внутри ящика сидит огромный крокодил. Не успел мистер Шлепс и глазом моргнуть, как почтальона, как ветром сдуло. Мистер Барвинга со всех ног побежал к своему фургону и умчался скорее прочь. А бедный Соломон от страха запрыгнул на кухонный шкаф. Крокодил же, как ни в чем не бывало, вылез из тесного ящика и стал преспокойно расхаживать по комнате профессора. Увидев на столе завтрак, который мистер Шлепс только что приготовил, но еще не успел им позавтракать, крокодил почувствовал, как сильно он проголодался и начал с жадностью уплетать поджаренные тосты. Бедняга ничего не ел с тех самых пор, как дядюшка Оскар изловил его в джунглях. Слопав весь завтрак профессора, крокодил понял, что совсем не наелся и пошел на улицу искать себе что-нибудь еще. Он прошел через сад и, увидев речку Жужу, залез в нее. Проплывая мимо школьной площадки, на которой ребята как раз играли в футбол, крокодил остановился и начал наблюдать. В это самое время ежик-колючка сделал такой удар, что мяч перелетел через ограду, полетел прямо в речку, туда, где сидел крокодил. Тот раскрыл широко пасть и поймал мяч, тут же с удовольствием заглотив его. Вот он еще немного перекусил. Доплыв до речной плотины водяной мельницы мистера Кваквы, крокодил вылез на берег и пошел гулять по окрестностям, пока не напоролся на миссис-колючку, которая спокойно себе развешивала на веревку только что выстиранное белье. «О, Боже!» – воскликнула ежиха, увидев огромное животное и от страха чуть не выпрыгнула из своих туфель. «Крокодил!» – закричала она и бросилась бежать прочь, выронив корзину с бельем. Добежав до своего дома, она поскорее захлопнула за собой дверь и крепко-накрепко заперла ее. А крокодил решил полакомиться бельем ежихи и сожрал все наволочки, носки и рубашки, что висели на веревке. Свежее белье показалось крокодилу очень вкусным, но тут он почувствовал в воздухе необыкновенный аромат и пошел по его следу. А это пекарь, мистер Белка Мука, только что испек свежий хлеб, булочки и коржики. Что за пир это был для крокодила? Он съел все до единой, что были на подносе, и булочки, и хлеб, и коржики. А потом приступил и к поджаристому хрустящему хлебу из соседнего кухонного шкафа. Тут в комнату вошел пекарь и, увидев такое хамство, как закричит, «Это что такое?» И, сотрясая в воздухе скалкой, не боясь, побежал на обжору. «Сейчас же убирайся прочь, мерзкий нахал!» Но крокодил не обращал никакого внимания на прыгающего вокруг него пекаря и нагло пожирал весь хлеб, булочки и вообще все, что нашел в пекарне. На этом история не заканчивается. Ее продолжение вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok